Итак, в базе самая основа это структура ассортимента и классификатор. Какие здесь чиповые ошибки чаще встречаются? Каша. Каша в терминологии, когда мы на уровне всей компании, и в системе это тоже будет отражено, не можем правильно понять, с каким уровнем товаров мы работаем. Я покажу пример, чтобы было понятно. Я обработала множество товарных, не знаю, сотни товарных классификаторов, работая с разными компаниями. Ну вот, довольно часто встречается такая проблема. Ну вот, это просто я сделала некоторые, скажем так, выборки из разных классификаторов, абсолютно неважно какая компания, но ничего мной не придумано, это все, потому что я такое не додумаюсь. Ну хорошо, здесь класс, потом идет уровень, под уровень, группа, под группа, и потом идет уже товарная позиция, ну и там может быть какая-то статистика. Понятия категории нету вообще. Мало того, мы путаемся в понимании, что является уровнем, что является под уровнем, что является группой, под группой и так далее. То есть, в принципе, так можно, но тогда все люди в компании должны понимать и говорить на вот этом едином языке. Это полбеды, это еще ничего, с этим еще можно работать. Ну, например, когда мы сталкиваемся с такими, понимаете, как сектор, там, нон-фуд, например, да, категория, там, косметика, парфюмерия, группа, крема, подгруппа, косметические средства, вид, потом семья, ну а потом уже там пошла статистика. Вот смотрите, что здесь, к чему я здесь придираюсь. Дело в том, что, пожалуйста, опять же, так в принципе можно, но на мой взгляд здесь избыточное количество этих уровней. Зачем их столько? Потому что мы запутаемся, что у нас вид, что семья, что подгруппа, они во многом дублируют. То есть, не нужно делать вот такую развесистую клюкву. Во-вторых, понятие категории, классическое понятие категории, которое используется, не знаю, ну, большинством компаний. Очень четко нужно понимать, что категория – это то, зачем покупатель идет к вам в магазин. То, как он формирует свой запрос. Я не иду за молочной продукцией, я иду за молоком. Я не иду за бакалей, я иду за рисом, кашей. Опять же, конкретной какой-то кашей. Я не иду за бытовой химией, я иду за стиральным порошком. И поэтому вот категория – это и есть то, как формирует свой запрос покупатель. Мы должны на это опираться, потому что мы всегда можем взять покупателя и спросить его, зачем вы пришли? Вот смотрите, здесь то, что они называют семьей, на самом деле это категория, потому что конкретно вот за этим люди идут. Мыло натуральное или мыло антибактериальное, крем для лица, крем для ног. Признак категории – это будет ли один товар куплен вместо другого. Один из признаков категории. Ну, кроме того, что еще и спрашивает покупатель. А то, что они называют категорией, скорее всего, пожалуйста, может быть семья или группа здесь как угодно. Ну, или вот еще пример. Товарная категория, товарная категория, товарная категория, товарная категория. Ну, в общем, чтобы вообще не заморачиваться. И естественно, когда люди между собой, там менеджеры между собой общаются, они задают друг другу вопросы и говорят, категорию надо проанализировать. И сразу начинается, что именно – это или это или это. Потом уже номенклатура. Поэтому эта проблема с самого начала отражается и в информационной системе. Вы вносите туда именно те термины, которые необходимо носить. Класс, группа, категория. Именно в этом порядке. Продолжение следует...